В СНБО объяснили, как отразить нападение России без всеобщей мобилизации. Идею Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нового нападения России в Совете национальной безопасности и обороны назвали нереалистичной, так как большинство украинцев не готовы к этому идеологически, а также не обучены. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, передает НВ. По мнению военного, окружение президента убеждает главу государства в возможности мобилизации мужчин и женщин для сдерживания очередной атаки РФ на Украину, однако на практике этого не произойдет. Мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, сказал Кривонос. Генерал считает, что патриотизм не поддерживается на уровне государства. И 2014 год показал, что огромное количество шло, но еще большее количество убегало от мобилизации. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв и идеологически так же. Это не за год достигается, сказал заместитель секретаря СНБО. Также Кривонос отметил, что помимо мобилизации граждан, необходимо соответствующее обучение. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч, отметил генерал. Кривонос призвал учитывать в случае очередного нападения РФ на Украину опыт армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе, который показал, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу, резюмировал он. Ранее мы рассказывали, кого мобилизируют в случае нового нападения России и кто не пойдет воевать согласно закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Напомним, что Азербайджан по итогам войны смог навязать Армении свои условия мира в Нагорном Карабахе и вернуть себе значительную часть территорий. Добавим также, что согласно договоренностям между Баку и Ереваном, в Карабахе размещается российское миротворчество. Азербайджанская миссия.